МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы Станица – компания Бизон. Поставщик самоходных опрыскивателей Император. Император. Точность и экономичность в обработке посевов. Предсказать будущий урожай непросто. Каким будет промысел рыбы в Азовском море и где работают лучшие пекари области? В эфире тележурнал Станица. В студии Валентина Колесникова. Здравствуйте. Неустойчивая погода, неоднородные всходы озимых, полевые вредители. С этим столкнулись земледельцы Ростовской области нынешней осенью. Поэтому предсказать урожай будущего года непросто. Как снизить риски? И при чем здесь животные на фермах? Участники АПК обсуждали этот вопрос на региональном совещании. Татьяна Бочарова продолжит. В основном докладе сверка данных по урожаю поздних культур, севу озимых, по погоде и некоторым проблемам текущего агросезона. Например, в этом году на полях особенно расплодились мыши. По примете к урожаю, а по факту вредители молодых посевов. Максимальное скопление грызунов наблюдается на полях, возделанных по нулевой технологии, на посевах озимых, после барчевых культур, на ледних трав, вдоль обочин дорог и лесных полос. На озимых культурах скопление грызунов сосредоточено на краевых полосах. В отдельных очаговых зонах численность грызунов достигает более 185 живых нор на одном гектаре. И еще один природный фактор, самый важный для хлеборобов – наличие влаги. Наименьшее количество выпало в Верхнедонском районе за месяц 11 мм. Это, конечно, не что, 25% нормы. Ну, а максимальное количество, ну, это за счет, конечно, осадков 24-25 сентября в Азовском районе, в Маргаритово, там вообще выпало 3 месячных нормы. Одной влаги недостаточно. Дожди прошли, но для прорастания зерен необходимо тепло. Очень много площадей, где зерно лежало 30-35 дней, вообще не прорастает. И только сейчас появились растения. Но с учетом того, что мы ждем понижения температуры, посмотрим, конечно, как посевы будут реагировать на погоду. Впрочем, природные коллизии постоянны в зоне экстремального растениеводства, которая является большей частью территории Ростовской области. И тут не угадаешь. Так, на Крайнем Востоке области хлеборобы довольны результатами этого года. Я считаю, что в этом году мы получили довольно-таки неплохой урожай. На протяжении, наверное, за последние 20 лет, это был, наверное, один из самых больших урожая, мы получили больше 150 тысяч тонн зерна, 22,5 сентяра зерна за гектара получили. Поздние у нас хорошо получились и проса, и сорга, и зерновую кукурузу съели, и она у нас получилась. Но все-таки главная традиционная отрасль в степи – это животноводство. У нас 34 тысячи поголовья крупнорогатого скота во всех форм собственности, и 120 тысяч голов овцы, овец, гост, то есть во всех формах, и личных подсобных хозяйств, и христианско-фермерских хозяйств, и крупные сельхозпредприятия. Скот растет на пастбищах в экологически чистой зоне, практически в таком виде, как и в древние времена. У нас только калмыцкий скот, который, в принципе, вы знаете, что в Калмыкии 400 лет назад, как этот скот привели с собой в центральной Джунгарии, с Монголии, вот тут до сих пор, вот это вот поголовья, я имею в виду, этот калмыцкая порода и держится. Это самое неприхотливое и для наших условий. У него вопрос о сбытом? Да, самое вот на сегодняшний день у нас, ну он практически все время стоит, последние 10-20 лет, вот сбыта практически нет. Скот сбывается с помощью перекупщиков, которые забирают товар живым грузом и везут в Москву. Это невыгодно для животноводов. За отсутствием переработки нет и развития территории. Администрация района прилагает усилия по поиску инвесторов. В плане строительства убойного пункта, в котором мясо приобретет товарный вид и будет поставляться в торговые сети. Есть выделенная площадь и так далее, под это дело инвестиционная площадка. Подведены и есть твердым покрытием, недалеко газ, вода, то есть инфраструктура находится рядышком. Ну, никто, вот наши дальние районы, восточные, никто не хочет идти. А сколько вам там надо миллионов на это делать? Ну, тут в зависимости какой он, я думаю, что минимальный он должен в пределах хотя бы 25-30 миллионов. Это минимальный, хотя бы небольшой. А если крупный, конечно, там будет сотни миллионов. Также необходимо и молоко. На уровне правительства Российской Федерации принимаются специальные меры по увеличению производства этих важных белковых продуктов. Решение проблем идет по двум направлениям. Создание крупных молочно-товарных комплексов и активизация сбора молока у населения. Сырье ждут переработчики. Есть большая потребность, в том числе и семейка Ракурского молочного завода, который поставил новую линию. Кроме того, что он может производить 7 тысяч тонн в год твердых сыров, он сегодня порядка 4 тысяч тонн может производить мягких сыров, плавленных сыров. Но для этого нужно сырье. Весь спектр вопросов развития сельского хозяйства сегодня в центре внимания. Это основа благополучия народа, залог продовольственной безопасности страны. К хорошему урожаю зерна непременно должны добавиться и другие составляющие успеха. Каждый бычок должен быть учтен и забит на специальной площадке. А сбор и переработка хранения молока по строгим правилам. В этом году вступил в силу новый технический регламент хранения и переработки мясной и молочной продукции. Далее в программе наша постоянная рубрика. Россельхознадзор сообщает. Семинар по проблемам безопасности питания был посвящен вопросу, который волнует сегодня производителей и переработчиков мяса и молока стран Таможенного союза. Новый техрегламент полгода назад вступил в силу. Следовательно, требует соблюдения, если предприятие работает на перспективу. Не надо подходить к этому, потому что дальнейшее развитие бизнеса невозможно без внедрения данной системы качества. Это очень важно, потому что чем раньше вы это сделаете, тем быстрее ваши продукции способны только внутри страны, но и, естественно, и за рубежом. Основная проблема на сегодня в том, что предприятия не придают должного значения законодательным нормам, отметил представитель торгово-промышленной палаты области в своем выступлении. Обращаю внимание, что за последние буквально 4 года большой наплыв в торгово-промышленную палату с запросами от налоговых инспекций по соответствию цен рынку. И вот когда заключение, а это заключение делаем мы, а соответствует ваших цен рынку, и это несоответствие имеет место быть, тогда налоговая инспекция за весь год выставит недоимку в бюджет, а сумма бывает колоссальная. Контроль за соблюдением нового техрегламента ведут в том числе и специалисты Россельхознадзора. После ряда проверок делают свои выводы. Требования по молоку, они ничуть не изменились, а просто то законодательство, которое у нас было раньше, оно приобрело новую форму и стало более строгим, скажем так. Раньше, если у нас было большое количество нормативных документов, на которых мы работали, то сейчас практически все процедуры прописаны в одном документе. Что значительно упрощает работу специалистов. Главными документами, подтверждающими безопасность продукта, по-прежнему остаются ветеринарно-сопроводительные. Донские и украинские ученые договорились. В Киеве заседала ежегодная комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. С какими результатами вернулись сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства, расскажем далее. Говорили о рыбном промысле в Азовском море. Государственных границ на воде нет. Есть районы, сроки, зоны, объемы вылова. Ежегодно российские и украинские специалисты собираются, чтобы сверить данные запасов по каждому виду рыб. Всего в Азовском море 13, как говорят ученые, совместно эксплуатируемых запасов промысловых видов рыб. Приходят к общему знаменателю, который станет основой квотирования добычи на предстоящий год. На сессиях мы всегда выступаем больше, Российская Федерация выступает больше с позиции сохранения водно-экологических ресурсов. Поэтому мы всегда даем предложение, когда формируем позицию российской делегации, мы всегда формируем более строгие подходы к ведению промысла, к ограничениям промысла по времени, по промысловому усилию, по количеству используемых орудий лова. Причины вполне обоснованы для обеих сторон. После потери осетровых тревогу вызывают и другие виды. Запасы судака у нас сократились с 80 тысяч тонн до 550, то есть полтысячи тонн до 550 тонн. Буквально в последние годы, после того, как судак фактически потерял свое лидирующее промысловое значение, началась охота за пеленгасом. И пеленгас то же самое за последние годы, буквально за последние пять лет, с уровня 40 тысяч тонн опустился до уровня порядка 2 тысяч тонн. Для рыболовецких судов, в том числе и научных, в каждой стране действует свое законодательство. Разный подход. Например, украинские суда для исследований могут вылавливать неограниченное количество рыбы. В процессе переговоров достигается компромисс. В прошлом году мы добились достаточно существенных успехов, продвижения. В результате, по сравнению с 2013 годом, когда под научными программами Украина выводила порядка 43 судов, то на 2014 год это было уже существенно ниже, это было 14 судов. В этом году на заседании комиссии донским ученым также удалось договориться о сокращении сроков и зоны пребывания научных судов. Хлеб из первых рук. В Ростове состоялся чемпионат по хлебопечению. На единой площадке специалисты со всего региона показывали, на что способны их пекарни. Пекари не только накормили всех желающих свежей выпечкой, но и раскрыли несколько профессиональных секретов. Подробности в сюжете. В этом деле без традиций никуда, уверяют пекари. Перед отправлением пирога в духовку ростовская команда крестит свою выпечку, чтобы тесто поднялось и не пригорело. И сразу приступает к булочкам. На скорость нужно придать им форму осеннего урожая. Мы сделали здесь осенние цветы, виноград, тот, что цветет, собирают осенью. И сейчас делаем грибочек, который собирают в лесу. То же, то сейчас придумали. Грибы, цветы и шишки. На создание пирога делятся кондитеры и уходят не меньше двух часов даже у профессионалов. На замес теста, раскладку начинки и декорирование. На первый чемпионат хлебопеков кондитеры приехали с домашней работой. Караваями, хлебом и булочками. Для выставки они взяли то, что считают визитной карточкой предприятия. А уже в конкурсный день демонстрируют свою технику и мастерство членам жюри. Чтобы победить, нужно в течение пяти минут накатать как можно больше мелкоштучных изделий. Это раз. И во-вторых, нужно будет сделать самый красивый пирог на тему осенние мотивы. Все это нужно будет уложиться в определенное время, чтобы быть победителем. Ну и, естественно, внешний вид, вкусовые качества и так далее. Пока идет соревнование, возле выставочных стендов выстраивается очередь из любителей сдобы. Которым участники напоминают, все это можно сделать дома с помощью скалки и обычного ножа. Можно пройти. Да нет, много участников. Только участников. Ну, как любопытно. Мы этого не делаем. В конкурсе участвуют пять команд из Ростова, Каменского, Чертковского, Песченокопского и Зимовниковского районов. Все профессионалы. В заявке, чтобы специалисты были, конечно, не просто там желающие, а часто специалисты были, чтобы уже предприятие работающее было. Сейчас в области производством хлеба и булочек занимаются 14 крупных и средних предприятий и около 300 мини-пекарен. Общими усилиями только за прошлый год удалось произвести больше 200 тысяч тонн продукции. Мы получили прекрасный урожай зерновых. 8,5 миллионов тонн только ранних и сегодня заканчивается уборка поздних зерновых культур. Мы занимаем по этому показателю второе место в России. Организаторы чемпионата по хлебопечению хотят завоевать ведущие позиции в проведении конкурса. Они подали заявку в Минсельхоз провести следующее межрегиональное соревнование на Кубок губернатора Ростовской области. Из других регионов уже приходят заявки на участие в чемпионате. На сегодня это все. Через неделю мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова